Здарова, ёпта! Хотел поделиться ещё одной охрененной аудиокнигой по актёрскому мастерству. Книга Михаила Чехова о технике актёра. Точнее, её маленький фрагмент для того, чтобы тебя вдохновить, лентяй. И ты пошёл, нагуглил и сам начал читать. Книга замечательная. Почему эта книга замечательная? Она развивает воображение, внимание. Это вещи, необходимые для актёров, дикторов, вокалистов и даже для простых людей. Эту книгу я писал год назад и, к большому сожалению, я по дурости вырезал все паузы. Так что, когда будут упражнения всякие, ставишь на паузу, слушаешь внимательно. И воображаешь. Слушай, кайфуй, без хуё-моё, всё. Михаил Чехов О технике актёра Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Техника в искусстве способна иной раз как-то притушить искру вдохновения у посредственного художника. Но она же раздувает эту искру великое неугасимое пламя у подлинного мастера. Ясер Воображение и внимание Первый способ репетирования Не то, что есть, побуждает к творчеству, но то, что может быть. Недействительное, но возможное. Штейнер Всё моложе и моложе чувствует себя тот, кто вступает в мир воображения. Теперь он знает Это рассудок старил его душевно и делал таким негибким. Мэйр Образы фантазии живут самостоятельной жизнью. Вечер После долгого дня После множества впечатлений, переживаний, дел и слов Вы даёте отдых своим утомлённым нервам. Вы садитесь, закрыв глаза или погасив комнате свет. Что возникает из тьмы перед вашим внутренним взором? Лица людей, встреченных вами сегодня. Их голоса, их разговоры, поступки, движения, их характерные или смешные черты. Вы снова пробегаете улицы, минуете знакомые дома, читаете вывески. Вы пассивно следите за пёстрыми образами воспоминаний проведённого дня. Но вот, незаметно для вас самих, вы выходите за пределы минувшего дня. И в вашем воображении встают картины близкого или далёкого прошлого. Ваши забытые, полузабытые желания, мечты, цели, удачи и неудачи встают перед вами. Правда, они не так точны, как образы воспоминаний сегодняшнего дня. Они уже подменены кем-то, кто фантазировал над ними в то время, как вы забыли о них. Но всё же вы узнаете их. И вот, среди всех видений прошлого и настоящего, вы замечаете то тут, то там проскальзывает образ, совсем незнакомый вам. Он исчезает и снова появляется, приводя с собой других незнакомцев. Они вступают во взаимоотношения друг с другом, разыгрывают перед вами сцены. Вы следите за новыми для вас событиями. Вас захватывают странные, неожиданные настроения. Незнакомые образы вовлекают вас в события их жизни. И вы уже активно начинаете принимать участие в их борьбе, дружбе, любви, счастье и несчастье. Воспоминания отошли на задний план. Новые образы сильнее воспоминаний. Они заставляют вас плакать или смеяться. Негодовать или радоваться с большей силой, чем простые воспоминания. Вы с волнением следите за этими откуда-то пришедшими, самостоятельно жизнью живущими образами. И целая гамма чувств пробуждается в вашей душе. Вы сами становитесь одним из них. Ваше утомление прошло. Сон отлетел. Вы в приподнятом творческом состоянии. Актер и режиссер, как и всякий художник, знают такие минуты. «Меня всегда окружают образы», – говорил Макс Рейнгард. «Все утро», – писал Диккенс. «Я сижу в своем кабинете, ожидая Оливера Твиста. Но он все еще не приходит». Гетте сказал, «Вдохновляющие нас образы сами являются перед нами, говоря, мы здесь». Рафаэль видел образ, прошедший перед ним в его комнате. Это была Сикстинская Мадонна. Микеланджело воскликнул в отчаянии. «Образы преследуют меня и понуждают взять их формы из скал». Если бы современный актер захотел выразить старым мастерам свои сомнения по поводу их веры в самостоятельное существование творческих образов, они ответили бы ему, «Ты заблуждаешься, предполагая, что можешь творить исключительно из самого себя. Твой материалитический век привел тебя даже к мысли, что твое творчество есть продукт мозговой деятельности. Ее ты называешь вдохновением. Куда ведет оно тебя? Наше вдохновение вело нас за пределы чувственного мира. Оно выводило нас из узких рамок личного. Ты сосредоточен на самом себе. Ты копируешь свои собственные эмоции и с фотографической точностью изображаешь факты, окружающие тебя жизни. Мы, следуя за нашими образами, проникли в сферы для нас новые, нам да то ли неизвестные. Творя, мы познавали. Власть над образами. Но если у вас достаточно смелости, чтобы признать самостоятельное существование образов, вы все же не должны довольствоваться их случайной хаотической игрой, как бы много радости она не доставляла вам. Имея определенную художественную задачу, вы должны научиться властвовать над ними, организовывать и направлять их соответственно вашей цели. Упражнения на внимание помогут вам в этом. Тогда подчиненные вашей воле образы будут являться перед вами не только в вечерней тишине, но и днем, когда сияет солнце, и на шумной улице, и в толпе, и среди дневных забот. Активно ждать. Но вы не должны думать, что образы будут являться перед вами законченными и завершенными. Они потребуют немало времени на то, чтобы, меняясь и совершенствуясь, достичь нужной вам степени выразительности. Вы должны научиться терпеливо ждать. Леонардо да Винчи годы ждал, пока он смог закончить голову Христа в тайной вечере. Но ждать не значит ли это пребывать в пассивном созерцании образов? Нет. Несмотря на способность образов жить своей самостоятельной жизнью, ваша активность является условием их развития. Что же делаете вы в период ожидания? Вы задаете вопросы являющимся перед вами образом. Как вы можете задавать их вашим друзьям? Весь первый период работы над ролью, если вы систематически проводите его, проходит в вопросах и ответах. Вы спрашиваете, и в этом ваша активность вперед ожидания. Меняясь и совершенствуясь под влиянием ваших вопросов, образы дают вам ответы, видимые вашему внутреннему взору. Но есть два способа задавать вопросы. В одном случае, вы обращаетесь к своему рассудку. Вы анализируете чувства образа и стараетесь узнать о них как можно больше. Но чем больше вы знаете о переживаниях вашего героя, тем меньше чувствуете вы сами. Другой способ противоположен первому. Его основа – ваше воображение. Задавая вопросы, вы хотите увидеть то, о чем спрашиваете. Вы смотрите и ждете. Под вашим вопрошающим взглядом образ меняется и является перед вами как видимый ответ. В этом случае он – продукт вашей творческой интуиции. И нет вопроса, на который вы не могли бы получить ответа. Все, что может волновать вас, в особенности в первой стадии вашей работы, стиле автора и данной пьесы, ее композиция, основная идея, характерные черты действующих лиц, место и значение среди них – вашей роли, ее особенности в основном и в деталях. Все это вы можете превратить в вопросы. Но, разумеется, не на всякий вопрос вы получите немедленный ответ. Образы часто требуют много времени для того, чтобы совершить необходимое им превращение. Если вы спросите, например, вашего героя, как входит он в первый раз на сцену в обстоятельствах данных авторам, вы, по всей вероятности, получите почти мгновенный ответ. Образ сыграет перед вами свой выход. Но вы можете также спросить, каково отношение лица, которое вы должны изображать на сцене, к другому лицу в пьесе, и ответ может прийти уже не с такой быстротой. Могут понадобиться часы, а может быть и дни. Вы увидите ряд сцен, моментов, мгновений, где все с большей и с большей ясностью, ваш герой своим поведением, своей игрой, шаг за шагом сделает ясным для вас свое отношение к другому лицу. На это вы должны дать ему время. Еще больше времени, несомненно, понадобится для того, чтобы вы могли, например, увидеть ответ на вопрос, какова основная идея пьесы. В этом случае все образы должны проделать сложное превращение, и все они должны многократно сыграть перед вами одну сцену за другой. Но ваш настойчивый, попрошающий взгляд заставит их постепенно прийти к двум-трем сценам, а может быть и всего к одной, когда перед вами вспыхнет основная идея пьесы в образах этих двух-трех сцен, поведения героев, в нескольких фразах, которые они произносят в этих сценах. Так, день за днем, путем вопросов и ответов, будет осуществляться ваша художественная цель и созревать задуманное вами произведение. Видеть внутреннюю жизнь образа. По мере того, как вы будете прорабатывать и укреплять ваше воображение, в вас возникает чувство, которое можно выразить словами. То, что я вижу моим внутренним взором, те художественные образы, которые я наблюдаю, имеют подобно окружающим меня людям внутреннюю жизнь и внешнее ее проявление. С одной только разницей. В обыденной жизни за внешними проявлениями я могу не увидеть, не угадать внутренней жизни стоящего переданной человека. Но художественный образ, предстоящий моему внутреннему взору, открыт для меня до конца со всеми его эмоциями, чувствами и страстями, со всеми замыслами, целями и самыми затаенными желаниями. Через внешнюю оболочку образа я вижу его внутреннюю жизнь. Микеланджело, создавая своего Моисея, видел не только мускулы, волны волос на бороде и складки одежды, он видел внутреннюю мощь Моисея, создававшую эти мускулы, вены, складки и композицию ритмически падающих волос. Леонардо да Винчи терзали образы его фантазии своей пламенной внутренней жизнью. Он говорил, где наибольшая сила чувств, там и наибольшее мученичество. Внимание! По мере того, как путем систематических упражнений вы развиваете свое воображение, оно становится все более гибким и подвижным. Образы вспыхивают и сменяют друг друга со все возрастающей быстротой. Это может привести к тому, что вы будете терять их раньше, чем они успеют воспламенить ваше творческое чувство. Вы должны обладать достаточной силой, чтобы быть в состоянии остановить их движение и держать их перед вашим внутренним взором так долго, как вы этого захотите. Сила эта есть, способная сосредотачивать свое внимание. Все мы обладаем ею от природы. И без нее мы не могли бы выполнить ни одного, даже самого незначительного повседневного действия, за исключением действий привычных. Но сила концентрации, которой мы пользуемся в обыденной жизни, недостаточно для актера с развитым воображением. От этой силы в значительной мере зависит и продуктивность изображения. Вы должны развить ее в себе. Успех этого развития будет зависеть столько же от упражнений, сколько и от правильного понимания природы и сущности внимания. Внимание есть процесс. Что переживает душа в момент сосредоточения? Если вам случалось наблюдать себя в такие периоды вашей жизни, когда вы в течение дней и недель с нетерпением ждали наступления важного для вас события или встречи с человеком желанным и любимым, вы могли заметить, что наряду с вашей обыденной жизнью вы вели еще и другую, внутренне деятельную и напряженную. Что бы вы ни делали, куда бы ни шли, о чем бы ни говорили, вы непрестанно представляли себе ожидаемое вами событие. Даже и тогда, когда сознание ваше отвлекало заботами повседневной жизни, вы в глубине души не прерывали связи с ним. Внутренне вы были в непрестанно деятельном состоянии. Эта деятельность и есть внимание. Рассмотрим ее подробно. В процессе внимания вы внутренне совершаете одновременно четыре действия. Во-первых, вы держите незримый объект вашего внимания. Во-вторых, вы притягиваете его к себе. В-третьих, сами устремляетесь к нему. В-четвертых, вы проникаете в него. Все четыре действия, составляющие процесс внимания, совершаются одновременно и представляют собой большую душевную силу. Процесс этот не требует физического усилия и протекает целиком в области души. Даже в том случае, когда объектом вашего внимания является видимый предмет и вы принуждены физически пользоваться вашим зрением, все же процесс израточения внимания лежит за пределами физического восприятия зрением, слухом или осязанием. Часто упражнение на внимание ошибочно строится на напряжении физических органов чувств, зрения, слуха, осязания и так далее. Вместо того, чтобы рассматривать физическое восприятие как ступень, лишь предшествующую процессу внимания, в действительности органы внешних чувств освобождаются в тот момент, как начался процесс внимания. Ожидая предстоящего события, то есть будучи сосредоточены на нем, вы можете, как я уже сказал выше, днями и неделями вести вашу повседневную жизнь, свободно пользуясь вашими органами чувств. Внимание протекает за их пределами, и даже чем меньше напряжены органы ваших чувств, тем скорее вы достигаете сосредоточения внимания, и тем значительнее его сила. Едва ли следует говорить о том, что объектом внимания может быть все, что доступно сфере вашего сознания, как образу фантазии, так и конкретный физический предмет, как события прошлого, так и будущего. Внимание! Упражнение один Выберите простой предмет, рассмотрите его, чтобы избежать глядения на предмет, опишите для себя его внешний вид, проделайте внутренне, психологически все четыре действия, составляющие процесс внимания. Держите предмет, притягивайте его к себе, устремляйтесь к нему, проникаете в него, как быстро слиться с ним. Каждое из этих действий проделайте сначала отдельно, потом вместе, соединяя по два, по три и так далее. Продолжайте упражнение, следя за тем, чтобы ни органы ваших чувств, ни мускулы тела не напрягались излишне. Меняйте объекты вашего внимания в такой последовательности. Простой видимый предмет, звук, человеческая речь. Простой предмет, вызванный воспоминанием. Звук, вызванный воспоминанием. Человеческая речь, слово или одна фраза, вызванная воспоминанием. Образ человека, которого вы хорошо знаете, вызванный воспоминанием. Образ, взятый из пьесы или литературы. Образ фантастического существа, пейзажа. Образ фантастического существа, пейзажа, архитектурной формы, созданной вами самими. Упражняйтесь до тех пор, пока внимание с его четырьмя действиями не станет для вас легко выполнимым единым душевным актом. Сосредоточив внимание на объекте, начните одновременно выполнять простые действия, не имеющие к объекту внимания прямого отношения, держа, например, в сфере внимания образ человека, в данный момент отсутствующего. Начните убирать комнату, приводить в порядок книги, поливать цветы или делать любое легко выполнимое действие. Постарайтесь уяснить себе при этом, что процесс внимания протекает в душевной сфере и не может быть нарушен внешними действиями, одновременно с ними совершаемыми. Следите, чтобы внимание по возможности не прерывалось. Не доводите себя до утомления, в особенности в начале. Регулярность в упражнениях два-три раза в день. Время от времени возвращайтесь к первоначальным, более простым упражнениям. Последствия развития внимания. Овладев техникой внимания, вы заметите, что все ваше существо оживет, станет активным, гармоничным и сильным. Эти качества проявятся и на сцене во время игры. Бесформенность и расплывчатость исчезнут. Ваша игра получит большую убедительность. Одновременно с упражнениями на внимание делайте упражнения на воображение. Воображение и внимание. Упражнение два. Начните упражнения с простых воспоминаний. Предметы, люди, события. Старайтесь восстановить возможно больше деталей. Рассматривайте вызванный в памяти объект, по возможности не отвлекая вашего внимания. Выберите небольшую законченную сцену из хорошо знакомой вам пьесы. Проиграйте ее несколько раз в вашем воображении. Поставьте перед действующими лицами ряд задач, вопросов общего характера. Например, ярче выявить ту или иную черту характера, полнее отразить атмосферу сцены, усилить или ослабить то или иное чувство, сыграть сдержанно, сыграть темпераментно, ускорить или замедлить темп сцены и тому подобное. Проследите изменения, которые произойдут в игре актеров под влиянием ваших вопросов. Возвращайтесь к той же сцене на следующий день. Снова просмотрите ее. Изменения в связи с вашими вопросами могут оказаться значительнее, чем накануне. Оцените самостоятельную обработку образами ваших вопросов. Поставьте новые вопросы или повторите прежние и ждите результата на следующий день. При многократном просмотре сцены не пренебрегайте теми советами, которые образы будут давать вам по их собственной инициативе. Меняясь и влияя друг на друга, они могут вдохновить вас на новые идеи, вызвать новые чувства и навести на непредвиденные вами средства выразительности. Принимайте или отвергайте их, но не держитесь деспотически за ваши первоначальные желания. Перейдите к работе над игрой актеров в деталях. Спрашивайте их о мельчайших нюансах, о взгляде, движении руки, паузе, вздохе, о мимолетном чувстве, желании, страсти, мысли и тому подобное. Задав вопрос, следите за реакцией на него. Если под влиянием ответа вы почувствуете, что в вас вспыхнуло творческое состояние, что вы сами хотите сыграть тот или иной момент, прекращайте упражнения и отдавайтесь творческому импульсу. Конечная цель всякого упражнения, как и всего предлагаемого метода, есть пробуждение творческого состояния. Переходите к упражнениям, развивающим гибкость вашего воображения. Возьмите образ, рассмотрите его в деталях и затем заставьте его превратиться в другой. Молодой человек постепенно превращается в старого и наоборот. Молодой побег развивается в большое ветвистое дерево. Зимний пейзаж превращается в весенний, летний, осенний и снова зимний. То же с фантастическими превращениями. Заколдованный замок постепенно превращается в бедную избу и наоборот. Старуха Нищенко превращается в красавицу ведьму, волк в царевича, лягушка в принцессу и тому подобное. Продолжайте это упражнение с образами, находящимися в движении. Рыцарский турнир, пламя лесного пожара, возбужденная толпа, бал, фабрика, железнодорожная станция и тому подобное. Следующая стадия упражнения. Через внешнее проявление образа увидеть его внутреннюю интимную жизнь. Например, король лир в пустыне, король Клавдий в сцене молитвы, орлеанская дева в момент откровения, муки совести Бориса Годунова, восторги и отчаяния Дон Кихота и тому подобное. Наблюдайте образы, пока они не пробудят ваших творческих чувств. Теперь вам следует научиться отказываться от первых созданных вами образов, добиваясь все более совершенных. Держась боязливо за уже созданный вами, хотя бы и хороший образ, вы не найдете лучшего. Лучший образ всегда готов вспыхнуть в воображении, если вы имеете смелость отказаться от предыдущего. Проработайте в деталях образы с пьесы, литературы или истории. Изучите его. Откажитесь от него и начните всю работу сначала. Если вы заметите, что лучшие черты первого образа продолжают жить в вашем воображении, вливаясь во второй образ, примите их. Проработав второй образ, откажитесь от него, сохранив его лучшие черты. Делайте это упражнение все с тем же образом, пока это доставляет вам художественное удовлетворение. Начните сами создавать и прорабатывать в деталях образы людей и фантастических существ. Репетировать воображение Хорошо развитое, подчиненное вашей воле воображение может стать для вас одним из самых продуктивных способов репетирования. Еще до того, как началась ваша регулярная работа на сцене с партнерами, вы можете систематически проигрывать вашу роль исключительно воображение. Положительная сторона таких репетиций заключается в том, что без фактического участия вашего тела и голоса, без внешних затруднений, связанных с партнерами и мизансценами, вы можете целиком отдаться игре, как вам подсказывает ваша творческая интуиция. Но и позднее, уже во время работы с режиссером и партнерами, вы можете в часы, свободные от общих репетиций, продолжать вашу игру воображения. Теперь вы вносите в нее советы и указания режиссера, мизансцены и игру ваших партнеров. И хотя то, чего вы можете достигнуть, играя таким образом, может оказаться неизмеримо богаче и тоньше всего, что вы можете достигнуть, репетируя на сцене, однако многое из того, что вам удалось создать воображение, перейдет постепенно в вашу фактическую игру на сцене. Благодаря тому, что ваше импульсы, исходящее из ваших переживаний, оно прорабатывается не меньше, чем во время репетизма на сцене. Оно готовится стать телом вашего образа, усваивает его характер и манеру движений. Пробужденные вашим воображением творческие чувства, проникая в тело, как бы ваяют его изнутри. Атмосфера. Второй способ репетирования. Дух в произведении искусства – это его идея. Душа атмосфера. Все, что видимо и слышимо – его тело. Я едва ли ошибусь, если скажу, что среди актеров существует два различных представления о сцене, на которой они проводят большую часть своей жизни. Для одних это пустое пространство. Время от времени оно заполняется актерами, рабочими, декорацией, бутафорией. Для них все, что появляется на сцене видимо и слышимо. Другие знают, что это не так. Они иначе переживают сцену. Для них это маленькое пространство. Целый мир, насыщенный атмосферой, такой сильной и притягательной, что они нелегко могут расстаться с ней и часто проводят в театре больше времени, чем это нужно, до и после спектакля. А старые актеры даже не раз проводили ночи в пустых темных уборных за кулисами или на сцене, освещенной дежурной лампочкой, как трагик в Чеховском Колхасе. Все, что было пережито ими за многие годы, приковывает их к этой сцене. Им нужна эта атмосфера театра. Она дает им вдохновение, силу на будущее. В ней они чувствуют себя артистами, даже когда зрительный зал пуст, и тишина царит на ночной сцене. И не только театр, но и концертный зал, и цирк, и балаган, и ярмарка, исполненные волшебной атмосферой. Она одинаково волнует и актера, и зрителя. Разве не ходит публика, в особенности молодая, в театр, часто только для того, чтобы побыть в этой атмосфере нереальности? Атмосфера связывает актера со зрителем. Тот актер, который сохранил или вновь приобрел чувство атмосферы, хорошо знает, какая неразрывная связь устанавливается между ним и зрителем, если они охвачены одной и той же атмосферой. В ней зритель сам начинает играть вместе с актером. Он посылает ему через рампу волны сочувствия, доверия, любви. Зритель не мог бы сделать этого без атмосферы, идущей со сцены. Без нее он оставался бы в сфере рассудка, всегда холодного, всегда отчуждающего, как бы тонка ни была его оценка техники и мастерства игры актера. Вспомните, как часто актеру приходится прибегать к разного рода трюкам в надежде привлечь внимание публики. Спектакль возникает из взаимодействия актера и зрителя. Если режиссер, актер, автор, художник и часто музыкант создали для зрителя атмосферу спектакля, он не может не участвовать в нем. Атмосфера в повседневной жизни Актер, умеющий ценить атмосферу, ищет ее и в повседневной жизни. Каждый пейзаж, каждая улица, дом, комната имеют для него свою особую атмосферу. Иначе он входит в библиотеку, в госпиталь, в собор и иначе в шумный ресторан, в гостиницу или музей. Он, как чувствительный аппарат, воспринимает окружающую его атмосферу и слушает ее как музыку. Она меняет для него ту же мелодию, делая ее то мрачной, то темной, то полной надежды и радости. Тот же знакомый, тот же знакомый ему пейзаж звучит для него иначе в атмосфере тихого весеннего утра или в грозу и бурю. Много нового узнает он через это звучание, обогащая свою душу и пробуждая в ней творческие силы. Жизнь полна атмосфер. Но только в театре режиссеры и актеры слишком Атмосфера и игра Замечали ли вы, как непроизвольно меняете вы ваши движения, речь, манеру держаться, ваши мысли, чувства, настроения, попадая в сильную, захватившую вас атмосферу? И если вы не сопротивляетесь ей, влияние ее на вас возрастает. Так в жизни, так на сцене. Каждый спектакль, отдаваясь атмосфере, вы можете наслаждаться новыми деталями в вашей игре. Вам не нужно боязливо держаться за приемы прошлых спектаклей или прибегать к клише. Пространство, воздух вокруг вас, исполненные атмосферой, поддерживают вас живую творческую активность. Вы легко убедитесь в этом, проделав в вашем воображении простой опыт. Представьте себе сцену, известную вам из литературы или истории. Пусть это будет, например, сцена взятия Бастилии. Вообразите себе момент, когда толпа врывается в одну из тюремных камер и освобождает заключенного. Смотритесь в характеры и типы мужчин и женщин. Пусть это, созданное вашим воображением, сцена предстанет перед вами с возможной яркостью. Затем скажем себе, толпа действует под влиянием атмосферы крайнего возбуждения, опьянения, силой и властью. Все вместе и каждый в отдельности охвачен этой атмосферой. Вглядитесь в лица, движения, в групповки фигур, в темп происходящего, вслушайтесь в крики, в темпы голосов, всмотритесь в детали сцены, и вы увидите, как все происходящее будет носить на себе отпечаток атмосферы, как она будет диктовать толпе ее действия. Измените несколько атмосферу и просмотрите ваш спектакль еще раз. Пусть прежняя возбужденная атмосфера примет характер злобной и мстительной, и вы увидите, как она отразится в движении, действиях, взгляде и криках толпы. Пусть гордость, достоинство, торжественность момента охватит участников сцены, и вы снова увидите, как сами собой изменятся фигуры, позы, групповки, голоса и выражения лиц толпы. То, что вы проделали в вашем воображении, вы, как актер, можете делать и на сцене, пользуясь атмосферой, как источником вдохновения. Две атмосферы. Две различные атмосферы не могут существовать одновременно. Одна сильнейшая побеждает или видоизменяет другую. Представьте себе старинный заброшенный замок, где время остановилось много веков назад. Атмосфера тайны и покоя царит в залах, коридорах, подвалах и башнях. В замок входит группа людей. Извне они принесли с собой шумную, веселую, легкомысленную атмосферу. С ней тотчас же вступает в борьбу атмосфера замка и либо побеждает ее, либо исчезает сама. Группа вошедших людей может принять участие в этой борьбе атмосфер. Своим настроением и поведением они могут усилить одну и ослабить другую, но удержать их обе одновременно они не могут. Борьбу атмосферы неизбежно победу одной из них надо признать сильным средством художественной выразительности на сцене. Объективная атмосфера и субъективные чувства. Между индивидуальными чувствами актера на сцене и окружающей его атмосферой все же существует коренное различие. В то время как личные чувства субъективны, атмосферу надо признать явлением объективным. Возьмем тот же пример. Люди вошедшие в замок кроме общей атмосферы веселья внесли с собой целый ряд индивидуальных чувств. Каждый из вошедших настроен иначе чем другой. Но все же каждый из них заметит, что атмосфера замка существует независимо от его индивидуальных чувств. Она была до его появления и будет после того, как они покинут замок. Субъективные чувства в человеке и объективная атмосфера вне его настолько самостоятельны по отношению друг к другу, что человек, пребывая в чуждой ему атмосфере, все же может удержать в себе свое личное чувство. Атеист, например, может сохранить свое скептическое чувство в атмосфере религиозного благоговения. Или человек, окруженный веселой и радостной атмосферой, переживать личное глубокое горе. В то время, как две враждующие друг с другом атмосферы не могут существовать одновременно, индивидуальные чувства и противоположная им атмосфера не только могут уживаться вместе, но они создают обычные эффектные моменты на сцене, доставляя зрителю эстетическое удовлетворение. Между индивидуальным чувством и атмосферой, если они противоречат друг другу, происходит такая же борьба, как и между двумя враждующими атмосферами. Эта борьба создает напряжение на сцене. Если борьба атмосферы над индивидуальным чувством или наоборот, победившая сторона возрастает в силе и публика получает новое художественное удовлетворение как бы от разрешившегося музыкального аккорда. Само собой разумеется, когда индивидуальные чувства действующего лица на сцене находятся в конфликте с общей атмосферой, актер, как исполнитель роли в полной мере, сознает и переживает эту атмосферу. Он целиком включен в нее. Если бы это было не так, как мог бы он убедительно с художественной правдивостью и тактом передать конфликт действующего лица с господствующей на сцене атмосферой. Постепенное зарождение атмосферы или ее внезапное появление, ее развитие, борьба, победа или поражение, вариации ее оттенков, ее взаимоотношения с индивидуальными чувствами действующих лиц и прочее. Все это сильные средства сценической выразительности, которыми не должны пренебрегать ни актер, ни режиссер. Даже в тех случаях, когда атмосфера вовсе не дана в пьесе или только слабо намечена, режиссеры и актеры должны сделать все, чтобы или создать ее, или развить намек, данный авторам. Если понравился выпуск, обязательно ставь лайк, пиши комментарий, жми на колокольчик, делись этим выпуском с друзьями. Если тебе нужно больше теоретических или практических занятий, то смотри видео на моем канале. Если тебе нужен репетитор по актерскому или дикторскому мастерству или нужна дикторская начитка текста, пиши в личные сообщения ВКонтакте. Ссылка в описании. Всем пока!